МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молода Зелина, и я ее ведущая Оксана Митинева. Сегодня мы отправимся в гости к Алене Яценко. Устюжанка своими руками создает уникальные и необыкновенно красивые планеры с индивидуальной обложкой, бэби-буки для малышей, альбомы, карточки для фотосессий, метрики и многое другое в технике скраб-букинга. Насколько процесс создания поздравительной открытки трудоемкий и увлекательный, испробуем на себе. С детства устюжанка Алена Яценко увлекалась рукоделием. Сначала это было шитье мягкой игрушки, а затем вязание. На протяжении 11 лет девушка посещала студию Шарм в Доме детского творчества, где талантливые мастерицы создавали красивые вязаные изделия и устраивали модные показы. После в творчестве был перерыв, но однажды девушка натолкнулась в интернете на открытки в технике скраб-букинг и загорелась желанием творить. Я собралась выходить замуж и подумала, что надо бы приглашение ручной работы сделать, то есть самой сделать приглашение себе на свадьбу. С этого все и началось. Я нашла, где можно купить красивую бумагу. Тут, конечно, сестра мне помогала, мы тут с ней все выискивали. Потом я придумала, какие будут приглашения. То есть в интернете смотрела картинки, какие бывают, какие модно, какой цвет мне нравится. И вот стала делать эти приглашения. Сестра тоже мне помогала, потому что к свадьбе мы решили вообще все буквально сделать ручной работы, потому что мы семья рукодельниц, так скажем. Получилось здорово. И после этого мне захотелось сделать уже и открытки, и дальше уже пошли и альбомы. С каждым новым изделием Алена набиралась опыта. Вдохновлялась мастер-классами других мастериц, фантазировала и творила. И сегодня талантливая Устюжанка создает уникальные открытки, приглашения, фотоальбомы, планеры и многое другое. Основной деятельности Алены ее любимое увлечение не помеха. Девушка работает педагогом в одной из языковых студий. В последнее время Устюжанка особое место уделяет планерам или блокнотам. Мне пришла идея создать планеры, потому что мне хотелось, я люблю записывать все. Мне хотелось записать все свои мысли, все свои планы на день, составить список. Я продумала, какой бы структуры мне хотелось. Все это сделала на компьютере, то есть приобрела иллюстрации. Иллюстрации тоже не просто из интернета скачала, я их покупала, все иллюстрации. Приобрела их, из них составляла цифровые страницы, потом распечатывала их и создала блокнот. И блокнот с изюминкой, там, допустим, какие-то скрепочки нашла, закладочки, конвертики. Все сделала и выложила его в интернет. Все засняла и выложила. Вот так у меня получился блокнот. Первый блокнот я создала для себя. И все, что первое я создавала, это все для себя. Допустим, альбом для моих детей, блокнот для себя, открытка тоже для моих родственников, например. Вот и так все получалось. Наряду с открытками планеры пользуются большой популярностью у клиентов Алены. Такой презент спешат подарить учителю, парикмахеру и любому деловому человеку. Каждое изделие неповторимо и выполнено индивидуально по заказу. Это, конечно, такое непередаваемое ощущение, когда вот я это представила, например, за блокнотом. Я его представила в своей голове, я его создала, и вот он в моих руках, то, что я представляла. Мне очень нравится момент, когда вот я заканчиваю какой-то блокнот, получается, они всегда, ну, структура одна, то есть странички одни, а обложки всегда разные. То есть вот они все равно разные получаются. В планах у Алены продолжать осваивать цифровые дизайны и создавать самые красивые, удобные и неповторимые планеры и блокноты. Сегодня с Аленой мы изготовим поздравительную открытку. Вот здесь у нас много всяких таких красивых надписей уже заготовленных, Алена их заказывает, куча просто всяких каких-то цветочков, бабочек. Попробуем сделать свою эксклюзивную открытку. Следующим этапом нам нужно выбрать декор для нашей открытки. Я предлагаю выбрать для основы какую-то вырубку, и на нее мы выберем цветочки, приклеим сверху. То есть что вам нравится, например, вот зеленая, либо салфеточка такая. Есть три вида, два вида веточек. Это вот вырубка называется, да? Да, это называется вырубка. То есть какой цвет вам понравится. Вот я люблю, конечно, белые всегда, как говорится, у мастера вырабатывается свой стиль. Вот мне нравится брать всегда белую и на нее какие-то яркие цветы, но вариантов много. Вот я люблю, конечно. итак у нас завершающий этап вы должны наклеить название то есть днем рождения или поздравляем так мы выбрали с днем рождения мы уже сделали вот такие цветочки красивые и нам осталось вот сюда наклеить эту надпись продолжим каждому изделию у алена яценко свой подход самые смелые мечты и фантазии девушка проецирует на бумагу тем самым создавая неповторимые свадебные альбомы и альбомы для детей планеры и блокноты память о самых важных моментах жизни благодаря талантливой устюжанке остается не только в воспоминаниях но и в красивом бумажном исполнении альбомы и